Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ время новостей. В студии Антон Хатиновский. Сурдоперевод осуществляет Даурен Авдрасилов. Будущее детей в руках старшего поколения. Вопросы детского суицида, профилактики и противодействия наркомании были рассмотрены сегодня в Талдыкургане. В совещании под руководством заместителя Акима области ЖТСУ Рустама Али приняли участие сотрудники правоохранительных органов, Управление образования, молодежной политики, а также социальные работники и представители общественных объединений и СМИ. Как было отмечено на встрече, сегодня проблема наркомании является особенно актуальной среди молодежи. Большое распространение получают синтетические психотропные вещества, наносящие непоправимый вред здоровью. Так, в этом году правоохранительными органами области было выявлено 98 фактов наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято 28 килограммов различных видов наркотических средств. Обсудив ситуацию, участники встречи предложили пути решения проблемы. Как отметил заместитель Акима области, для снижения роста наркотической зависимости среди молодежи необходимо усилить профилактическую работу. В частности, увеличить число мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и вреда наркотиков. Как отметили участники совещания, профилактическая работа ведется и в целях недопущения случаев суицида среди подростков. В этом вопросе, по сравнению с прошлым годом, статистика идет на уменьшение. Однако, на сегодняшний день в регионе, к сожалению, уже произошло 6 случаев самоубийств и 4 попытки суицида. По словам специалистов, в большинстве случаев к трагедии приводят недопонимание в семье и разногласия с близкими людьми. В целях профилактики суицида, совместно с управлением образования области, с привлечением психологов, которые специализируются на этой проблеме, несколько раз проводили совместные тренинги, занятия с председателями родительских комитетов районов. Им объясняли, как вести себя с подростком, так как вот эти суициды совершаются не теми детьми, которые семья неблагополучная или не хватает где-то продуктов, одежды, а вполне с благополучными семьями. На встречу налогоплательщикам срок перепрограммирования контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и передач данных продлен до 31 декабря. Об этом было сказано на встрече представителей управления госдоходов с жителями региона. Специалисты провели консультацию населения, ответив на ряд вопросов. В ходе встречи были рассмотрены все обращения налогоплательщиков. Стоит отметить, что с начала года управлением госдоходов по городу Талдыкуган оказано более 128 тысяч услуг, большая часть из которых рассмотрена в электронном формате. Дорожная карта Министр просвещения Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов поднял вопрос безопасности в образовательных учреждениях. Главный преподаватель страны выразил недовольство работой школьных секьюрити. Министр отметил, что перед заключением договора на конкурсной основе нужно убедиться в том, что нанимаемый сотрудник обладает необходимыми навыками. Кроме того, он отметил, что среди охранников наблюдается высокая текучесть кадров, что негативно сказывается на обеспечении безопасности учащихся. По словам министра, охранники должны быть готовы к различным инцидентам, алгоритм действий при которых необходимо обновить. Стоит отметить, что на сегодня школы страны на 100% оснащены системой видеонаблюдения. Результаты проверки, проведенной Министерством внутренних дел, показали, что более 630 образовательных учреждений соответствуют требованиям защиты от терроризма. При этом более чем на 550 объектов выявлены нарушения. Проблема распространения вируса бешенства в Казахстане не теряет своей актуальности. Это опасное заболевание, которым болеют не только животные, но и люди. Сегодня в рамках Всемирного дня борьбы с бешенством в средней школе номер 2 города Талдыкуган состоялось традиционное мероприятие с участием школьников образовательного учреждения. Инициаторы встречи, сотрудники Управления санитарно-эпидемиологического контроля города Талдыкуган провели с ребятами разъяснительную работу о том, что представляет собой этот вирус, каким способом можно отличить зараженное животное от здорового и как избежать инфицирования. Напомним, бешенство – вирусное заболевание, протекающее с тяжелым поражением нервной системы и заканчивающийся, как правило, смертельным исходом. Провели разъяснительную работу в плане того, чтобы при укусе животных, так же и собак, чтобы они защитили себя и обращались в медицинские организации для предотвращения заболевания бешенства. В данный момент по городу Талдыкуган было зарегистрировано 370 случаев. Из них 153 случаев – это именно укус животных, именно собак. Также до 14 лет было 153 случаев зарегистрировано. При укусе собак в Управление санитарно-эпидемиологического контроля поступают экстренные извещения. Мы непременно реагируем, сообщаем местные поликлиники на взятие контроля. Их в течение 10 дней мы обследуем. Я знаю, что делать в таких ситуациях, когда укусит какое-то животное. Я первым делом буду обращаться к своим родителям, а дальше родители будут решать, что делать и куда обращаться. Про такие темы у нас проходит много классных часов. Вкусно и полезно производители меда в области ЖТСУ расширяют экспорт. Предприятие Лепсинск-Эмми реализует свою продукцию в Японии, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах. Особым спросом у потребителей пользуется не только сам мед, но и косметические средства, изготовленные здесь. Наша съемочная группа побывала на заводе и ознакомилась с процессом создания уникальной и полезной продукции из натуральных компонентов. На предприятии полным ходом идет процесс упаковки готовой продукции. Натуральный мед пользуется большим спросом у покупателей. В год здесь производится 300 тонн продукции. С самого момента открытия с 2016 года предприятие, расположенное на территории национального джунгара Латалского парка, отлично зарекомендовала себя не только на отечественном, но и на зарубежном рынке. По заказу мед фасуем. Заказы приходят же. Получается и зарубежные заказы, и на местный рынок надо успеть тоже. Со всех сторон. Заказы есть сейчас. Все уже налаживается, вроде карантин прошел. В этом году Япония только еще за рубеж первый заказ отправили, это в начале года. Но сейчас есть зарубежные заказы. По Казахстану все крупные супермаркеты, практически со всеми мы работаем. Это Алмата, Астана, Автал. И потом это Рикс, Рэдисон, отели. С ними тоже работаем. И Растана. Ассортимент продукции на предприятии постоянно расширяется. С недавнего времени здесь производят натуральные варенья, повидло и компоты. С 2020 года компания выпускает косметические средства. Соль для ванн, бальзамы и мыло. На сегодняшний день реализовано уже более 10 тысяч единиц косметической продукции. При этом на выбор покупателей широкий спектр разнообразных видов мыла. У нас было много пробных рецептов. Вот самые лучшие 11 вариантов мыла мы запустили в производство. Это самое, вот наше любимое, это медовое мыло с корицей. Дальше мыло на основе нашего лепсинского саумала. Мыло с травами, это различные там чабрец, мята, одуванчик, ромашка. Также мы добавляем масла дорогие. Это масло оливковое, масло кокоса, масло сафлора, жожоба, зародыши пшеницы, масло лаванды, розы. По словам специалистов, чтобы создать лучший бальзам для губ на предприятии было проведено 56 испытаний. Результат превзошел ожидания. Мы создали бальзам, который на половину практически состоит из меда, из натурального пчелиного воска, из масла жожоба. Три ингредиента всего, которые оказались хороши не только просто как бальзам для губ, увлажняющий и смягчающий, но также некоторые используют его, если появились на руках трещины, если кожа рук сухая, на пятки, на локти, такие места тоже используют этот бальзам. Останавливаться на достигнутом на производстве не намерены. На сегодня в районе насчитывается более 100 пчеловодческих хозяйств. 85 из них имеют договор с предприятием «Лепсинск-Онемы», которое, к слову, также имеет свои представительства в крупных городах страны. Надежда Белова, Жаркан Шентаев, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Вклад в историю. Вышел в свет роман известного тележурналиста и писателя Серика Сарыбаева. Книга под названием «Одинокий можжевельник» стала результатом многолетних исследований автора и посвящена судьбам героев семеречия, выступивших против политической системы в период с 1916 по 1932 годы прошлого столетия. В новый сборник вошли уникальные данные о исторических личностях, таких как Кундагбай Талиндыулы, Малдоназар Нагайбаев, Амар Муртазин, Кудьяр Тезекулы и снайпер Амарбек Яркинбекулы. Всю трагедию казахского народа автор книги передал через описание тяжелых судеб героев, подвершихся не только преследованиям. Их также клеймили прозвищем «бандита». Стоит отметить, роман изобилуют историческими фактами и фотографиями. Презентация нового произведения серии Косарыбая состоялась сегодня в Талдыкургане. Особенностью этого мероприятия стало то, что в нем наряду с поэтами, писателями и юными читателями приняли участие и потомки исторических личностей. Стоит отметить, что данный роман является полной версией повести серии Косарыбая «Одинокий можжевельник». В 30-е годы многие из наших предков восставали против произвола властей. Среди этих героев были Кундакбай Толиндыулы, а также мой дед Молданазар Ногайбаев. Все они были людьми просвещенными. Я признателен Серику Сарабаю за эту книгу. В ней навсегда сохранится память о наших героических дедах. Кундакбай Толиндыулы приходится мне дядей. Он отличался от человеколюбием и щедростью, поэтому все нажитое раздал голодающим казахам. На протяжении 16 лет он воевал против системы. Я считаю, что современному обществу нужны такие личности, как мой знаменитый родственник. Сохраняя историю, в селе Байгазы Кирбуласского района торжественно открыли памятник Султану Смаевы. Предводитель рода Канлы жил в этих краях полтора века назад. Именно под его началом были объединены племена рода Канлы, проживающие в Щебулахской Байгазинском регионе. Султан Баба внес значительный вклад в общественное развитие этого края. По инициативе потомка Султана Бабы Тлюмалды и Скакова на месте погребения именитого предка было установлено новое надгробие. Этот мемориал житель села Байгазы изготовил своими руками. У нового памятника местные жители вспоминали о жизни и деятельности Султана Бабы и прочитали традиционную молитву. Султан Баба всегда призывал все народы, независимо от национальности, к дружбе и единству. Если народ силен единством, братской солидарностью, то он станет образцом для последующих поколений. Онлайн Альфонс обманул влюбленную пенсионерку из Актобе на 36 миллионов тенге. К стражам порядка обратилась 65-летняя женщина, сообщив им, что стала жертвой мошенника, с которым познакомилась в социальных сетях. Мужчина представился гражданином США, расспросил адрес и полное имя, чтобы отправить подарок и денежные средства. А для того, чтобы отправить посылку, необходимо оплатить тамуженную пошлину, перевести деньги на расчетный счет, который он сообщил. Кроме того, жених написал, что намеревается переехать в Казахстан после того, как выйдет на пенсию. Ничего не подозревающая женщина продала квартиру, сняла со счетов деньги и перечислила мошеннику более 36 миллионов тенге. По данному факту начато досудебное расследование. Казахстанцы вновь столкнулись с перебоями мобильной интернет-связи. На многих экранах сотовых телефонов не было индикаторов, а у некоторых пользователей отображался давно забытый значок «Е», причем функция «ВЛТ-1» отключилась полностью. По сообщению службы поддержки сотовой связи «Теле-2», в Республике Казахстан наблюдается частичное ухудшение качества связи. Наряду с этим оператор «Билайн» заявил, что проблема носит глобальный характер и не связана с внутренними неполадками. Стоит отметить, что проблемы с интернетом вызвали задержку рейсов в аэропортах Алматы и Атырау. По данным «Эйр-Астаны», сбой произошел в 4 часа. Из-за этого регистрацию пришлось производить вручную. Утренние рейсы в Алматы задержались в среднем на полтора часа. Интернет-соединение было восстановлено лишь к утру. Дерзкое ограбление ломбарда произошло в Туркестанской области. Преступление попало на видео. По словам сотрудника заведения, вечером в помещение зашел неизвестный в шапке и медицинской маске и, угрожая оружием, потребовал деньги. Испугавшись, потерпевший отдал злоумышленнику из кассы около 1 миллиона тенге. В течение нескольких дней с помощью записи из камеры видеонаблюдения оперативники установили личность грабителя. Им оказался местный безработный житель. Как выяснилось, подозреваемый перед совершением ограбления обошел ряд городских ломбардов. Когда узнал, что ломбард потерпевшего будет работать до вечера, решил ограбить пункт приема золотых изделий. Как пояснил мужчина, на такой шаг он пошел из-за нужды в деньгах. В качестве вещественного доказательства у него был изъят пневматический пистолет. В настоящее время подозреваемый арестован. В отношении него проводится досудебное расследование. На западное побережье Флориды может обрушиться редкий ураган под названием Иен. Власти американского штата Флорида предупредили население о необходимости готовиться к потенциальной крупной угрозе. Иен-ураган второй категории набирает силу в Карибском море. Сильный ветер уже достиг южного побережья Кубы. Ожидается, что Иен обрушится на западное побережье Флориды уже сегодня. Точно его путь неизвестен, но губернатор Флориды Рон де Сантис предупредил о возможных масштабных последствиях. На выходных по всему штату уже объявлено чрезвычайное положение. Задействовано 5000 военнослужащих Национальной гвардии для оказания помощи жителям. Жители запасаются продуктами, водой, лекарствами и топливом. В некоторых частях штата ураганов такого масштаба не было уже около века. Число погибших в результате беспорядков в Иране превысило 40 человек. Протесты начались 10 дней назад, а поводом для них стала смерть 22-летней иранки Махсы Амини, задержанной полицией нравов за неправильно надетый хиджаб. В настоящее время, несмотря на массовые аресты разгневанных демонстрантов, люди продолжают выходить на улицы в крупных городах и по всему Ирану, и в странах Европы. В Турции иранцы скандируют лозунги, выражая свой протест против жестких законов режима Айятоа. Сотни демонстрантов столкнулись с полицией в Париже. Та же картина наблюдалась у посольства Ирана в Лондоне, где протестующие подрались с полицией, пытаясь прорваться через заслон. Чрезвычайная ситуация произошла на западе Сицилии. В городе Тропани в результате сильнейшей грозы многие районы города оказались без электричества, а улицы превратились в бурные реки. Аналогичная ситуация произошла во всей провинции. В Эречи прямо посреди потоков застревали автомобили с заблокированными людьми. За последние сутки в регионе спасательные бригады выезжали на вызовы более 120 раз. Власти просят жителей не покидать дома без необходимости. На улицах города продолжают работать спасательные службы и ремонтные команды. Пропагандируя спорт и здоровый образ жизни. Около 700 школьников из разных уголков края ЖТСУ приняли участие в Спартакеаде, прошедшей в городе Ушарал Аллакульского района. В течение трех дней участники состязались в играх по мини-футболу, волейболу и настольному теннису. Лучшие спортсмены также были определены в соревнованиях по армрестлингу и легкой атлетике, которые относятся к массовым видам спорта. Получила молодежь и возможность продемонстрировать свои интеллектуальные способности, сыграв в шахматы, шашки и национальную игру ТОГС Кубала. Победители и призеры награждены специальными кубками и ценными призами. Стоит отметить, что организатором спортивного мероприятия выступила микрофинансовая организация КЭМ. В настоящее время мы празднуем свое 25-летие. На рынке Казахстана мы работаем с 1997 года. На сегодня у нас действует 14 филиалов в разных уголках страны. И во всех регионах проводятся подобные мероприятия, чтобы еще больше привлечь молодежь к спорту и здоровому образу жизни. Голкипер казахстанского клуба Борис Никита Бояркин признан лучшим игроком дня в континентальной хоккейной лиге. Также казахстанка Бибисара Асаубаева сыграла в ничью с лидером Гран-при россиянкой Александрой Горячкиной, которая имеет самый высокий рейтинг Фиде среди участниц в Астане. Обо всем этом и других новостях в мире спорта в нашем следующем сюжете. Вратарь хоккейного клуба Борис Никита Бояркин во второй раз в сезоне сыграл на ноль, что позволило ему возглавить хит-парад сильнейших игроков дня в континентальной хоккейной лиге. Вратарь столичного коллектива проявил свое мастерство, в очередной раз отразив все 32 броска хоккеистов локомотива из Ярославля. За это достижение Никита Бояркин получил 33% голосов болельщиков и был признан лучшим игроком дня. В девятом туре первого этапа женского Гран-при Международной федерации шахмат в Астане Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева сыграли в ничью. Жансая встретилась с лидером Гран-при россиянкой Александрой Горячкиной и лишила ее первого места в турнирной таблице, а Бибисара играла с Динарой Вагнер из Германии. Теперь у Абдумалик и Асаубаевой по одной победе. Шесть игр в ничью и два поражения. Жансая осталась на седьмом месте, а Асаубаева поднялась с десятого на восьмое. Сегодня в предпоследнем туре Жансая сыграет с новым лидером россиянкой Екатериной Лагнов, а Бибисара с немкой Элизабет Пец. Напомним, первый этап женского Гран-при в Фиде завершится уже завтра, когда шахматистки сыграют свои последние партии и разделят призовой фонд. В следующий этап пройдут только две лучшие девушки по итогам турнира. Хондаз Нурмуханбетова по материалам интернет-ресурсов. Таким был день сегодняшний глазами наших корреспондентов. До следующих встреч в эфире телеканала ЖТСУ и только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова